Ксения Голицына учится в 10-м классе и мечтает стать журналистом. Уже год она занимается в творческом кружке, а недавно пошла на занятия в школу этноблогера. Мне это всегда было достаточно интересно. Сейчас занимаюсь журналистикой, и почему бы не практиковаться в этой сфере. Тут учат, как правильнее к этому относиться, как правильнее смотреть на эту проблему. Проект стартовал в Самаре в партнерстве с региональным отделением гильдии межэтнической журналистики. 50 школьников из Самары, Октябрьска и Красноярского района уже присоединились к занятиям. С середины февраля до середины мая в небольших группах эксперты будут рассказывать детям основы медиалогии и журналистики. А по окончании проекта ребята сделают свои видео, которые опубликуют на региональных и даже федеральных платформах. Тема такая многогранная, и здесь важен буквально каждый аспект. Ребята должны понимать, что такое язык вражды, сколько народов проживает в Самарской области, сколько народов проживает в России. И как при этом культурном многообразии мы должны взаимодействовать друг с другом. В России проживает 193 народа, в Самаре – 157. Здесь есть о чем поговорить. О такой сложной для средней школы теме ребятам рассказывают легко и стараются занять слушателей практикой. На одном из первых занятий школьники учат иностранные скороговорки. Шак-шабасы, шарадай, шаладай, шала-шалабай. Задача курса все-таки практическая, прикладная, для того, чтобы дети уже сами смогли поучаствовать в процессе практическом и понять, каково это – работать на мультимедийных платформах, каково это – работать с камерой, с видео, монтировать, продумывать концепцию. Проект призван развить толерантность многонациональной стране и сформировать у молодого поколения устойчивую гражданскую позицию. Кроме того, школьники работают над своими портфолио, которые смогут использовать при поступлении в ВУЗ. Мэри Илчан, Мария Левина, Николай Сидоров. События.